Приветствую, друзья! В этом видео заменим сенсорный экран на смартфоне Lenovo A2010. Данный аппарат полностью исправен, сенсор работает, только разбито стекло. Хозяин сего девайса решил, пока сенсор не окончательно не сдох, заменить его на новый. Сенсорный экран заказан с Алиэкспресс, стоимостью меньше 300 рублей. Ссылка будет в описании. Срок доставки составил 24 дня. Посылка была хорошо упакована. Видим, что внешне они неотличимы, на первый взгляд качество хорошее. Также в комплекте продавец положил кусочек двустороннего скотча. Приступаем к разборке. Для начала снимаем заднюю крышку. Извлекаю батарею, флешку, сим-карту. Откручиваю болтики по периметру. Кстати, набор дверцов очень крутой, ссылка будет в описании. Теперь при помощи вот этого металлического шпателя аккуратно вскрываем корпус. Перед тем, как устанавливать новый сенсорный экран, нужно его проверить. Благо с этой моделью это возможно. Отсоединяем шлейф сенсора. Для этого нужно аккуратно отжать пластиковый фиксатор и с небольшим усилием вытянуть шлейф. Теперь нужно подключить новый сенсор в порядке обратной последовательности. Накидываю батарею и включаю аппарат. После загрузки видим, что сенсор реагирует на прикосновения. К сожалению, мне неизвестен пин-код устройства, поэтому я не могу сразу детально протестировать экран. Продолжим. Отключаю новый сенсор. Теперь нужно оставшийся шлейф кнопок и шлейф дисплея также отключить. Обязательно нужно открутить материнскую плату для того, чтобы освободить шлейф сенсорного экрана. Полностью снимать плату не обязательно. Чтобы не мешало, сниму старую защитную пленку с экрана. При помощи пластиковой карты и паяльного фена буду расклеивать стекло. Феном необходимо равномерно прогревать стекло по периметру корпуса, чтобы ослабить клей. И при этом шпателем или пластиковой картой аккуратно подевать сенсорный экран. Очень важно не повредить сам дисплей. И вовсе все наиболее поднимать сенсорным экраном. В верхней и нижней части смартфона больше всего скотча, поэтому там необходимо сильнее прогревать и приложить чуть больше усилий. В верхней части расположен шлейф сенсорного экрана, если вы не хотите его повредить, будьте внимательны. В моем случае сохранять старый сенсор не было нужны, поэтому отрываю его как есть. После отделения сенсора необходимо зачистить посадочное место под новый сенсор, удалив старый клей-скотч. Зачищать я буду при помощи вот этой пластиковой ковырялки. На камеру это делать неудобно, поэтому сделаю это за кадром. Вот получившийся результат. Приклеить новый экран можно несколькими способами. Например, при помощи специального клея или при помощи двустороннего скотча. Я же воспользуюсь последним способом, так как клея у меня попросту нет. А вообще рекомендую использовать клей, например, B7000. Вырезаю полоску скотча шириной примерно 2 мм. Приклеиваю получившуюся полоску к грани корпуса смартфона, подгоняя, выравнивая и прижимая ее пинцетом. Излишки скотча отрезаю скальпелем. Повторяю те же манипуляции с оставшимся периметром корпуса смартфона. Приклеиваю де� шпичевый манипуляции смартфона. Приклеиваю его кусокчица. Приклеиваю матери They're Bonex C Rotary. Приклеиваю матери пальца серого результата. Верхнюю и нижнюю часть аппарата я проклеиваю двумя рядами скотча. Вообще очень важно при приклеивании обеспечить защиту от пыли и грязи в первую очередь самого дисплея, чтобы между ним и сенсорным экраном ничего инородного не попадало. Продолжение следует... 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 Закрываю крышкой. Все готово. Небольшой бонус для тех, кто досмотрел. К смартфону также было заказано защитное стекло, стоимостью около 100 рублей. Оно было отлично упаковано и заказано у другого продавца, но в тот же день, и прибыло на два дня позже сенсорного стекла. В комплекте также имеется салфетка для очистки. Само стекло не пострадало, но это видео не о том, как его клеить, уж простите. В заключении хочу сказать, что у сенсорного стекла выявилась одна неисправность. Кнопка Back назад и кнопка Home домой были перепутаны местами между собой, но это терпимо. Чувствительность немного снижена, но вся область сенсорного стекла работает. Данного продавца рекомендовать не могу, но ссылку оставлю для того, чтобы вы у него не покупали. Что же касается защитного стекла, слева и справа есть небольшой зазор, полмиллиметра. Это не критично и вполне незаметно. Можно покупать и ставить, тем более за такую цену меньше 100 рублей. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ссылки на все инструменты, используемые в видео, будут в описании. Ставьте лайки, делитесь видео, оставляйте позитивные комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал, а я желаю успехов вам и вашим близким. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok